Проект, который сегодня заслуживает наибольшего внимания, это проект МС-21. Сегодня это то направление, которое наиболее востребовано, как у нас, как и за рубежом, в этом классе самолетов. Мы надеемся, что МС-21 займет достойное место и будет серийно производиться и продаваться не только в России, но и в другие страны мира. Большой успех был у проекта МИК-35, авиационный комплекс, который сегодня заканчивает проведение испытаний. И надеюсь, что в ближайшее время будет заключен контракт с Министерством обороны Российской Федерации на поставки этих самолетов. Препорация «Этфуд» представляет самолет Як-152. Самолет предназначен для обучения курсантов летных училищ на этапе профессионального отбора. Самолет оборудован современным пилотажным авиационным комплексом. На самолете установлен дизельный поршневой двигатель. Компания «Вэр-технологии» «Хлодинга вертолета России» мы предоставили публике нескольких экспонатов. Один из самых замечательных и примеров – это БРТ-300. Беспилотный комплекс для ледовой разведки. Буртинг «Вертолета России» выставляет самую современную версию военно-транспортного вертолета Мисту-71Ш. У вертолета целый ряд особенностей. Это новые двигатели, более мощные, новая несущая система на основе композитных лопастей, X-образный рулевой винт. Машина оснащена новым комплексом вооружения. У машины улучшенный комплекс защиты. Новый комплекс пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования. Новая схема окраски. Эта пиксельная схема позволяет снизить заметность вертолета. Применены новые десантные сидения энергопоглощающие. Машина особо эффективна при применении в ночных условиях. Научно-производственное предприятие «Звезда» представило катапультное кресло К-36Д-5. Для истребителей Т-50, ПАК-ФА и Су-35С. От аналогов изделие отличает возможность размещать летчиков с расширенными параметрами тела и массы. Кресло рассчитано на летчиков массой от 55 до 125 килограмм. Все системы в изделии дублированы. Это повышает его надежность. Кресло К-36Д-5 поставляется с защитным снаряжением и бортовым кислородным оборудованием. Кресло К-37Д-5 поставляется с защитным снаряжением и бортовым кислородным оборудованием. Отмечу, например, производство планера целиком из композитных материалов. Мы создали уникальный унифицированный наземный пункт управления, который позволяет управлять одновременно до четырех беспилотных летательных аппаратов и может быть унифицирован для управления другими беспилотными авиационными комплексами. Представлена летающая лаборатория Ил-76ЛЛ с установленным двигателем ТВ-717СТ. Особенностью двигателя является увеличенная мощность, а также пониженные расходы топлива. Представлена одна из версий данного двигателя, который используется в составе вертолетов Ми-38 и планируется для использования в составе производства вертолетов России. Наиболее интересным, я считаю, новый образец воздушной мишени. У нее изменена силовая установка, которая установлена в основой части фюзеляжа. Большой интерес вызовет изделие Т-12Б, самораскладывающийся и стартующий из контейнера. Это летательный аппарат с продолжительностью полета порядка 4 часов, который может выбрасываться с высот до 9000 метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова